Ахтон! Байк! Ахтон! Вот так вот. Это бой титанов. Штук это не твоя война. Это их война. Так что не лезь, пожалуйста. Здорово, бойцы, на связи Флэс. Динамическая компания. Вы просите, я выполняю. И как бы все в плюсе. Это, наверное, будет первая серия, где я не буду сидеть долго на брифинге и заниматься микроменеджментом. Потому что я уже в конце предыдущей был готов идти в бой. У меня все есть, все пополнены. Армия у меня сильна. А единственное, я бы вместо Т-70 все-таки вернул свою троечку. Уж больно она была хороша. Да и просто я соскучился по ней. И все. Это единственная махинация. А я сейчас располагаю шестью колбочками. Но тратить я их ни на что не буду. Я буду так копить уже на Тигр. Очень хочу его увидеть. Сколько вообще всего надо? Шесть, десять, четырнадцать, девятнадцать. Ну и плюс вот эти вот семь. Короче, двадцать шесть колбочек. Ну, конечно, многовато. Буду копить, какая разница. Потому что я действительно сейчас имею в своем распоряжении очень мощные соединения. Например, штук. Недобрумбар. КВ-1. Короче, выбираю компанию. Ну, выбираю, разумеется, точку с самым высоким риском. Потому что мне нужны колбочки. На самом деле, похоже, я не успею исследовать Тигра. Потому что кампания закончится. Здесь сколько осталось-то? Считайте, пять наступлений и столько же оборон. То есть еще пять серий. Да, или, может быть, успею. Я не знаю. Короче, выбираю. Карта называется... Я, кстати, не помню такую карту. Race Ineal. В бой? Ну, карту я действительно не припоминаю. Подкрепление вон аж где. Короче, я, наверное, возьму третий эшелон. Свои штурмовые подразделения. Я не знаю, зачем здесь выдумывать велосипед. Я просто сейчас по вот этим трем точкам пройдусь катком. Грузовик поддержки сразу же подкатывайся. Просто нет смысла как-то брать какие-то легкие танки, подставляться под ПТ-стрелков, рисковать пехотой, когда можно просто расстрелять противника, позиции противника с помощью КВ и недобрумбара. Так, что-то у меня грузовик немножко завис, но ничего страшного. Давай, КВ ближе к левому флангу, чтобы, если что, перехватывать вражеские подкрепления. А мой ЗИК едет сюда. Так, там кто-то уже стреляет по КВ. Небось, жалкие эти ПТ-стрелки. Ну, так и есть. На что вообще рассчитывают, непонятно. Но это просто мясо. Минус сразу практически все. КВ может еще ближе ехать, потому что, судя по его стрельбе, он не особо-то и попадает. Мне бы сейчас вот сюда бы попасть, чуть-чуть поближе, в ближний бруствер. Да, пожалуй... Пожалуй, КВ в авангарде смотрится куда более убедительнее, чем Т-70. Да и даже тройка моя. Я что-то сейчас смотрю на это и не понимаю, зачем мне тогда вообще Тигр нужен. Выничтожаем. О, самолет какой-то. Так, из этого управления я выхожу. Но все-таки пехота нужна для того, чтобы хотя бы захватывать точки. Так, вон там надо еще завалить, ребят. Только где они? Вон, вижу. Так, сомневаюсь, что он выжил после такого. Хотя, тут кто-то все-таки выжил. А этот выжил! Удивительно. Стойкий мужик. Так, ну пехотинцы там в чистом поле сидят, чем-то занимаются. А здесь еще есть кучка. Так, беру первый эшелон. Давай, троечка. Давай, тебе сюда подкину. Противопехотный танк тоже сюда. Ну и все, и первая точка, можно сказать, захваченная. Горные егеря тоже пусть бегут сюда. Медосы тоже пусть подходят поближе. Какие-то танки пошли. Тридцать четверочка, более поздняя. Башня уже сорок второго года. Но это все равно довольно жалко. КВшечка может сюда проезжать. Слушайте, я сейчас правда катком по ним пройдусь. Это будет ослепительно быстрая победа. Можно КВ гнать вообще сюда, перехватывать подкрепление. А тройкой, например, зачищать все остальное. Хотя тройка будет с ПТ-стрелков пробиваться все-таки. Не хотелось бы рисковать. Ну, тяжелые танки здесь вообще имба получается. Ну, у меня все имба, конечно же. Но тяжелые танки прям вне конкуренции. Так. Тридцать четверочка по мне уже стреляет. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ага, и трак мне сбивается. Ну, пожалуй, надо быть повнимательнее. Так, ну, пробить-то вроде бы как могу. Но не очень уверенно, если честно, она пробивается. Также смотрю на мини-карту. Ладно, короче, КВ сама тут постреляй. Ааа, давай. Тоже сюда подкатывайся. Т-30 сюда. Ну, и пехотка моя. Давай встаем, захватываем точку. Медики тоже поближе. Чуть-чуть подходите. Троечка сюда, наверное, пусть подъезжает. Так, тридцать четверочка решила подъехать сюда тоже поближе. Готово. Красота. Чуть-чуть возьми правее. Су-76. Ну, очень неважные юниты у них. Так, ты, наверное, все-таки сюда подъезжай. Сейчас надо просто расстрелять эти позиции. Пехота, пехота. Что-то плохо как-то встало. Моя пехота. Никто попасть не может. Так, танкист, если вылезет, ну, по нему кто-то стреляет уже вовсю. Давай, как-нибудь сейчас осторожненько починишь. А ты сейчас дашь помидорам огромной. Ну, прям вообще. Не, Зиг это моя лучшая покупка. Я могу о многом жалеть в этой жизни. Но точно я не буду никогда жалеть о покупке Зига. Так, у КВшки сейчас драк тоже починится. Ну, вот ПТ-стрелки. Да, хотя на самом деле, ну, ПТ-стрелки сразу не убьют тройку. Блин, медика убили. И, видимо, его ПТ-стрелок убил какой-то. Где-то здесь. Так, ладно, не важно. Не хотелось бы вообще терять кого-то. Давай, попробую вылечить танкиста. Так, можно взять второй эшелон. Давай, штук. Со штуком сейчас вообще будет еще ситуация лучше даже. Так, лечишь. Прекрасно, здание разорвалось. Да кто отмечает по мне? Вот он. Горняк какой-то. Ну, пехота, не знаю. Я не хочу просто на рожон пехоту выставлять. Эти ненужные потери. Медик, не стреляй, валяйся тоже где-нибудь здесь поблизости. Танкистов, если что, поднимать. А, так это не ПТ-стрелок. Это какая-то жалкая БТ-шечка. БТ-2, ну, что такое? Это же вообще несерьезно. Готов. Готов. Так, все починил, да? Вали ПТ-стрелка. Почему не довалил до конца? Да. Ладно, короче, поехали дальше штурмовать. С КВ-шечкой вообще ничего не страшно, только я ремкомплект как-то оставил. Сюда подкатывайся, тоже сюда, ну и какой-нибудь противопехотный танк. Уже даже нет необходимости в противопехотных танках. Так, горные егеря, давайте. Чуть-чуть поближе вас. Господи, я думал, это мои парашютисты. Давайте, вы можете здесь вставать. Ну, мясо, мясо. Только там кто-то все-таки стреляет. По мне, похоже, это Су-76. Дэм. Ну, кстати, не знаю, может, может, наверное, и сможет меня пробить. Так, у меня фугас заряжен. Я думаю, еще разочек плюшки от фугаса и он не выдержит ее. Так, давай-ка бронебойный. Бронебойный, кстати, поточнее. Не, не пробивает. Так, ПТ-стрелки мертвы. Короче, развлекайся. Пехота, пехота, пехота. Ну, давайте так, потихонечку ползите. пулеметчики мои тоже поближе. Идеально. Здесь настолько тяжело брать задержку у гранаты, что я реально удивлен, что у меня получилось. Так, башка подкатывает строчка, давай сюда. так, КВ решил не стрелять по Су-76. Ого, вот это она, это дала через угол. Так, Брумбар решил добавить. Ему не хватило, ему мало крови. Давай, сейчас Су-76 разберешься. Так, пулеметчиков можно уже сюда выставлять, кстати. только там уже ай, танкисты. У меня уже это, фобия. Танкофобия называется. Я жду от танкистов самого худшего. Ну, это, кстати, и неплохо. Уж лучше переоценить, чем недооценить. Ну, пулеметчики работают. Что-то все взрывается. Аурак потихонечку гибнет. Все, можно кавешечку чинить. Так, а ты сейчас засандалишь прямиком в Су-76. Кстати, мой штук что-то там вообще пылится без дела. Тоже давай сюда. Я думаю, что парашютистов тоже можно. Ну, давай пулеметчик здесь оставим. Хотя зачем? Зачем? У меня здесь целый фронт. Так, грузовик поддержки. Давай, едь сразу пополняй этого. А ты можешь штуга. Поменяйтесь. Хотя этот желтый какой-то. Вот так вот сделаем. Так, это кто? Это обычная видимо какая-то пехота. А, Су-76 это мертва. Давай по пехоте тогда. Твою мать! Твою мать! Ну, вот все хорошо. Ну, опять пробежали эти огнеметчики. И вот спрашивается, как они пробежали. Ну, неужели недостаточно двух пулеметчиков? пехотчиков. Ну, одного хоть можно вылечить? Где там медик-то валялся? Давай, поднимай горного егеря. сколько егерей потерял? Двоих? Одного здесь, а одного то где? а, ну, вот этого его можно вылечить. Ну, блин, неприятно, конечно. конечно. Так, я думаю, тебе хватит. Пехота, видите, она тоже слепая здесь получается. Не понял. Почему он остановился? В предыдущем бою медики тоже остановились. Короче, мои бойцы не выполняют приказы. Что же это такое? Давайте их здесь немножко получше раскидаю. Пулеметчика вперед поставлю. А, у меня здесь два пулемета. Нормально, здесь сейчас отстреляемся. Ну, слава богу, вылечил. Как же это было сложно. Так, медик, чуть-чуть сюда отойди. Так, один медик сюда на всякий случай, потому что я не знаю уже, чего ждать от своей собственной пехоты. И здесь тоже кто-то есть. Господи, я напугался на самом деле. Так, пехоту можно поближе подкатывать. Тихо, 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 Т-70 гонит. Так, он не хочет разворачиваться. За ним прилетело. Готов. Так, ну, КВ может еще ближе подъезжать. Можно пока что-нибудь потырить здесь. Стрелками моими. давайте, можно огнемет. ДПшечку возьму, только, наверное, потрошки для пулемета не найду. ё-моё-мое танкисты эти. Тебя есть? Нет, тебя нет. Стрелок, стрелок, огнеметчик, танкист. Ну, исчез. По всей видимости труп ушаночка. Почему нет? Ну, ладно, короче. Давайте тогда что-нибудь более очевидное возьмем, для чего я точно смогу найти боезапас. Например, для диаконов. Но это не диаконов, это... Я не знаю, был ли диаконов противотанковый. Так, вот эта ушанка мне больше нравится. Она более каноничная. Да и винтовку давай поменяем, чё уж. Да, я знаю, это бессмысленно. Это же для мусинки. Я уже даже не участвую в процессе войны, там мои танки сами справляются. Но хотя, как показывает практика, всё же лучше следить за ними, потому что очень часто мои юниты херню творят какую-то. Всё, ты можешь сюда. Ну и давайте штурмовать последнюю точку. Не вижу смысла медлить. Троечка сюда подкатывай. Чё-то я даже Т-30 не использовал. Тоже сюда подъезжай. Вот он, грузовик поддержки. Так, штука у меня не пополняется. Почему-то грузовики вечно жёлтые. Мимо пролетающие пули что ли их коцают. Всё, пополняйтесь. Хотя на самом деле экономить на пульках уже можно и не экономить на самом деле, потому что у меня там столько денег. Я столько там техники советской натырил. Кстати, по поводу советской техники. Прекрасно. По поводу советской техники. Могу что-нибудь взять? Транспортный грузовик? Нет. МБТ нет. Да чё смеяться? Всё. Я уже вырос из этого. У меня уже достаточно ресурсов. Так, а эти что, решили меня слева обойти? Так, у меня офицер здесь есть. Мне кажется, я уже точку раньше займу, чем они меня попробуют перехитрить. давненько кстати Т-26 не видел. Но я на самом деле удивлён, что они до сих пор используют Т-26 уже не используют. Не, всё-таки тройка великолепный танк. Короче, когда вы будете играть в динамическую компанию, когда добавят её наконец-то в общий доступ, и если вы будете играть за немцев, мой вам совет вкладывайтесь в тройки. Этот танк без недостатков просто. Всё видит, потому что у него есть командирское видение. Поздние варианты не пробиваются из ПТ винтовок. Так, тихо, тихо, тихо. Ну что, в принципе, развернулся. Так, всё? Я его раздрючил. Слушайте, а меня на самом деле немного беспокоит то, что эти пацаны бегут прямиком к моему офицеру. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, у меня же здесь, кстати, легионеры есть. Так, что происходит? Ты подбил его? Да нифига ты не подбил. Вот так вот. Это бой титанов. Штук, это не твоя война. Это их война. Так что не лезь, пожалуйста. Всё. Эти добежали. Офицер не стреляет. Твою мать, они офицера убили. Ну вот как обычно. Как обычно. Какие-то, блин, я не знаю. Флангисты просто пришли и убили моего офицера. Конечно, другой вопрос, почему... Ладно, короче, плевать. Ну вот как это работает, блин. Всё так хорошо было. Твою мать, я промазал. Потому что я не понимаю, почему и с чем это связано, но недобрумбар не разворачивается в прямом управлении. он меня заметил. Или он кого-то другого заметил. не попадёт. Недобрумбар победил. Ну всё. Это можно заканчивать. Тройка в порядке. КВ может поближе подъезжать. Блин, Т-60 бы захватить на самом деле. Вот это, пожалуй, единственный танк, который я хотел бы ещё захватить. Слушайте, как они достали, а? это уже на шутку какую-то похоже. Так, надо попробовать как-нибудь Т-60 вырубить. Ладно, тут сами разберутся. Я хочу просто захватить Т-60. Всё остальное, как я сказал, меня не волнует. Наверное, плевать. По башенке. А, я попал по нему. Всё, я выбил экипаж, кстати. Осталось только здесь уничтожить остатки всякие. Так, ты чуть-чуть назад, наверное. Ты можешь тоже возвращаться сюда ехать. Пехота, пехота пусть здесь будет. Горный егерь какой-то. Я никого не вижу. блин, я так не успею в Т-60 сесть. Флаг-то возьмёт сейчас уже. Давай. сойдёт. Так, мне нужен доброволец. Давай ты. Нет, ты этот гренадёр. Давай вот этот. Так кто, кто по тебе урон-то нанёс? Сейчас стоп, нет, в Т-60 кто-то есть. Короче, я не успею. Да, она просто на карте не отображалась. Тут ещё какая-то ошибка, есть, короче, с отображением техники. Потому что вроде бы там кто-то сидит, но на карте никого нет. Короче, это могла бы быть безупречная победа, если бы не обход вот этих десантников слева. Ну и, конечно же, если бы не огнемётчики, которые всё ещё меня терроризируют и сжигают мои тяжёлые танки. Ну, как бы КВ плевать, у меня там ещё один есть, но всё равно это... Он мне просто в душу плюнул на самом деле своим огнемётчиком. Это больше не физический урон, а моральный. Куда, куда мне столько монет 1731, 1250? Всего лишь три колбочки. Как-то странно на самом деле, немного экономика здесь сделана, потому что у тебя денег много, ты можешь купить практически всё, да не практически, ты можешь всё что угодно купить, любые потери восполнить, но исследовать ничего не можешь, потому что слишком мало колбочек по мне начисляют. Т30 пополняю, медики живы, троечка прекрасно себя показала, при этом модификация F, ранее модификация казалось бы ничтожная, но в итоге убили одного горного егеря, но конечно больше всего пострадал офицер, его просто уничтожили. Но это сигнал к тому, что не буду использовать никаких офицеров. Удивительно, что всего лишь одного легионера убили, по-моему там убили гораздо больше, но да ладно. Эту пехоту пополняем, грузовик поддержки, всех короче пополняем, да я прям всем раздаю пульки. Давайте, я не буду нажимать многократно, потому что они же там винтовки свои берут по умолчанию. Ну, даже смотрите, даже подбитый КВ-1, который почему-то снегом покрылся, или это пепел такой, можно продать и получить довольно много денег. По-моему, по-моему. Да, видите, здесь явный косяк с тем, что ты продаешь хоть подбитую технику, хоть цельную технику, в смысле целую, за такую же сумму. То есть, это явно еще не проработано. Поэтому это дисбаланс. Но я продаю, конечно же, ладно, ставлю еще один КВ-благовый. Я подготовился к этому моменту, я как будто знал, что меня сожжет огнеметчик. Брумбар даже пополнять не надо, здесь все в порядке. Так, держите, я перфекционист, я не люблю такие мелочи оставлять. Чем можно заменить офицера? А нет, кстати, это похоже правда снег, потому что карта Глушкова, это по-моему зимняя карта, да, я уже воевал на ней, и это оборона. Там по флагам будет интересно посмотреть. Можно, кстати, взять среднюю оборону, ну, какой смысл, я и так обороняюсь легко. Или просто посмотреть хотя бы на среднюю оборону. Мне кажется, бота будет так же, ну, по количеству, изменится качество только. Да ну, бред, бессмысленно, обороны здесь простые. Выбрать компанию, три звезды, начинаем. Ну, карта, конечно, сложная. давайте пехотой все заполнять. Так, горные егери, ну, давайте прямо сюда. Давайте пока что подальше, а потом уже получше вас раскидай. Хотя погодите, не-не-не, прямо здесь вражеские подкрепления. Здесь вообще надо окопы сразу же занимать. Ну, опять же пока что сюда. Троечка тоже давай гони сюда. Т-30 тоже. Сейчас найдем тебе применение. Давайте одного медика сюда, другой медик пусть бежит на отдаленную точку. Ну, и все. Это весь мой первый эшелон. Жду следующий эшелон. Прямо очень сильно не хватает здесь пехоты. Бегут, бегут. А что-то они решили в другую сторону видимо бежать. Так получается просто буду перехватывать здесь вражеские подкрепления. Если конечно здесь нет еще точки распавлана. Я помню, что здесь тоже была. Второй эшелон. Давай. Ну, имеет ли смысл сюда ставить штук? Давай, пусть он едет на отдаленную точку. А получается недобру браковой я поставлю сюда. Будут они здесь спокойно перехватывать всех. Тройку, тройку, тройку можно сюда поставить. Пехота прибежала. Давайте. Сейчас они удобные окопы займут. Красота. Выглядит пока что очень просто, как в принципе любая оборона. Давай. Пулеметчиков прямо на углы. но остальных чисто для поддержки. Стрелков. Так, еще один замыкающий автоматчик. Давай сюда. Что у вас здесь происходит? Как-то они странно бегут, хочется сказать. Так. Давай чисто для подстраховки сюда бегите. Можь в войне хоть немножко поучаствуйте. Парашютисты пусть бегут сюда. Так, грузовик поддержки пусть едет наверное пока что сюда. Ну и все. Хлынули подкрепления. Сейчас будем смотреть, есть ли там чего-нибудь новое у противника. Т-30 я вообще не знаю как здесь использовать. Пусть он наверное едет сюда будет помогать если что пехоту перехватывать. Потому что здесь он явно не нужен. Сейчас тут будут мои основные силы. Ой-ой-ой. Провалился мой танчик. Блин, это все еще первые перцы которые добежать никак не могут. Ну карта огромная потому что еще и флаги так растянуты. Ну кстати кстати опасно довольно. Потому что гвардейцы стрелки что-то точно бьют. Это что едет? Это грузовик поддержки. А мой грузовик что-то проехать никак не может. Ну танком потому что тяжело ехать. Вот здесь я как-то немного обеспокоен. Они могут и такой точной стрельбой прорваться на самом деле вперед. Нужен танк. Танк едет штук. Крузовик поддержки. Застрял. Короче здесь чем краше карта тем тяжелее техники на ней передвигаться. Так мотопехота приехала выкинули ее здесь а побежали они также наверх. что странно довольно таки выглядит. Ну да штук здесь нужен. Пусть он сюда подкатывает. Да и легионеры здесь оказываются нужны потому что что-то здесь конкретно нас атакуют. Так грузовик взорвали. вообще бот себя неадекватно ведет в обороне. Какие-то маршруты странные выбирает. Бежит тупо на смерть. За счет этого и не нужно прокачивать своего бота. какой в этом смысл. Т30 поставлю просто сюда для подстраховки. Штука у меня здесь на позиции. Парашютистов. Не хочу их вперед выставлять. Пусть они здесь у меня болтаются. Третий эшелон кстати. Давай КВ на эту дорогу. Хотя нет поближе к пехоте. Давай КВ сюда. Не до Брумбара. Сюда куда-нибудь. Грузовик поддержки тоже к вам поближе. Ну так же Су-76 еще даже Су-85 не появлялось. Здесь вообще нечто странное происходит. Боец в чистом поле они не обращают на него внимания. Не им надо искусственный интеллект ну я не знаю не править а как-то переделывать их концепцию здесь в обороне потому что просто бежать на точке это вообще не то оборона это просто фарм фарм колбочек и всего остального потому что сложности здесь вообще никакой нет и я очень надеюсь что они будут усложнять так о тридцать четырех пятьдесят седьмая кстати довольно опасно тройка пусть откатывается отсюда вот это серьезный противник там мои тяжелые танки подкатываются ну и что-то игрям уже достается ну тридцать четырех не должна наверное убить так как не должна убить ну как обычно вот у кого пулеметчика убили ну шикарно чем еще могу сказать подбирай пулемет грузовик е-мое нет и после этого вы мне еще также будете говорить что это техника не решает надо играть немного пехотой до одного танка достаточно чтобы он перекрошил всю оборону е-мое ну он всех моих егерей похерил просто приехал и уничтожил в забор сейчас попаду нет в него попал ну это уже неудачная оборона потому что я потерял сколько трех егерей короче я их убираю отсюда это бессмысленно свою пехоту подставлять когда есть бот бота хотя бы не жалко герундой я правда страдаю все отныне отныне больше так делать не буду готов ну и в итоге убили двух моих пулеметчиков а кого еще убивать поднять бы хоть эти пулеметы ну один у меня ладно гранатометчик да два пулемета сняли красота так приехал Т-70 а кстати это убивать то его здесь нечем сильно у меня здесь танка нет короче КВ это я даже не знаю ближе наверное уже штук пусть он сюда подкатывает КВ можно ставить наверное куда-нибудь сюда пусть он перехватывает здесь можно вообще самолет вызвать ну это просто миниатюра миниатюра о том что что-то не так с искусственным интеллектом так здесь все нормально штук танк готов штук божественен просто божественен еще один танк с которым я вообще ни разу не прогадал срывай не хочу даже чинить все хватит уже чинить все давай сюда на дорогу вставай куда-нибудь ты сюда вставай я бы все-таки хотел там поднять пулемет еще один выкидывая короче хотя стоп зачем именно ее выкидывать когда можно выкинуть винтовку а гранатомет также оставить это не нужно да он видите понабрал это патрон для карабинера немецкого которого у него даже нет тоже косяк так походу его сейчас просто убьют тихо 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 тридцать четверочка приехала так есть попадание это 76 это и т37 так еще одного моего егеря убили такое себе давайте хоть 34 починим ну че ж теперь хоть что нибудь хоть какой нибудь новый бутерброд себе состряпать не ну карта конечно неудобная прям вот серьезно вот это вот глушкова это пока что самая сложная карта которая есть в динамической компании прям что таковать здесь неприятно что обороняться за счет растянутых точек подкрепления непонятно откуда идут эти появляются здесь идут туда эти появляются там идут тоже туда а сюда в итоге никто не идет только такие какие-то немногочисленные отряды пехоты так еще одна 34 приехала туда там кстати мой мг-42 работает ну штук всех пробивает компания уже подходит к концу 34 он не оставляет ни единого шанса так я не добил его до конца т70 так квас квас кстати едет поймал не туда смотреть почти так и у него фугас заряжен какая долгая перезарядка 86 миллиметров ну я не знаю в район башни стреляю но что-то как-то красным горит а потому что башня лбом развернута а в корпус то наверное не пробью с такой дистанции как он пробил его просто как он его пробил я вот даже почини а нет могу починить но мне времени не хватит что-то какое-то расстройство одно что в том бою что в этом куда он пробил ну сюда это единственное место в рубку он вряд ли меня мог пробить там 80 миллиметров так самоубийцы сюда прибежали даже 34 не успею починить наверное хотя ее может быть успею но мои душевные муки это никак не вылечит ну опять простейшая победа и тупейшие потери как бы моих тяжелых танков первым кв-2 подбили здесь моего недобрумбра подбили ладно я как бы был готов даже еще сыграть но не после потери моего моего мальчика опять-таки я его могу продать за 615 или пополнить за 600 монет мне не принципиально на самом деле у меня монет много я ничего по факту не теряю но все равно грустно как-то грустно видеть его подбитым итак сколько там вообще осталось 3 штурмана включая главный штаб немного осталось короче кампания скоро будет пройдена единственное чего я опасаюсь это что я так и не выполню свою мечту не воплощу ее в жизнь не исследую тигров сейчас-то наверное я не успею его исследовать потому что я в том бою по-моему 3 колбочки получил в этом бою 3 колбочки получил и это звезда 3 риска как бы я не знаю потери влияют на получение колбочек потому что возможно из-за этого мне так мало дали четверки я пусть и хочу исследовать но смысла в этом нет у меня есть штук ну ну на вот душетрепещущей для меня ноте я заканчиваю данную серию на связи был флэс пополню всех в следующий конец у у а у у у у Продолжение следует...